Я не знаю, для какого это канала, но вот. Мы уже приехали в парк, к такой дружной компании. К такой дружной компании приехала витаминка к нам в центр, да? Вот уточки в кудике. И мы еще купили овес. Он тонет, из-за этого не очень. А хлеб почему мы не даем? Потому что забивается кишечник, из-за этого никакой пользы не несет хлеб. Ой, как они прикольные! Он кусает! Они войдут, зайдут! Ой, тихо! Малыш, ты плачешь, да? Ты плачешь, ты плачешь! Он тебе показывает, что если что, я тебя могу съесть! Вера, не надо! Он его не пробьет, он не сможет. Тут же специальных теплых. Фу ты, зодика, это газорто! Но мне ей страшно! Я испугалась! Это страшно! Такое было! Привет, с вами Елисей. Всегда начинает влог Миша. А сейчас начинаю влог я. И мы находимся где? Правильно, в зоопарке. И мы подошли к медведям. Не надо. Почему? Волки, мы прошли к медведям. Теперь начинается влог я. Волков. А почему нас прятать, а мне не нужно? А они на собак похожи. А почему меня аж уделали? Это волки. Они в реалии собаки. Их так жалко. Вот так жалко. А они похожи на собаку? Реально собаку? Знаешь, как они похожи на собаку? Только у них зубы. Только у них зубы вот такие. Какие красавцы большие. Орлы. Пришли к медведям. Сейчас кормим. Тихо-двух. Спасался. Телепортируемся. И сейчас мы стоим возле площади. И ждем еще одного знакомого и еще нашего два брата. О! Каш! А вот и уже гости. А вот уже и гости приехали. Я с нас не поняла. Геша предупреждал. Семья видеоблогеров. Еще Миша подъедет. А я Миша. Окей. Походу, тоже будет снимать. Надо это выкинуть. Одиссея, Аделисея. Все в сборе. Да. Сейчас будем ехать домой. Это Ника. Да. Моя подруга детская. А это Вера. Нет, ну мы прям это. Колчевские. Донбассовцы собрались все. Дети уже пришли домой, но это понятно, потому что камера уже у меня. Елисей там что-то снимал. Не знаю, я еще не видела, что не знаю, вставлю или нет. Я снимала. А, ты снимала. И мы сейчас сели ужинать в тесноте, да не в обиде. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Нам приехала Ника. И Ника это ровесница Михося. И тоже дочка моей подружки. Ника, кстати, с Михосям. Ну вот Вера, она подружка. Дочка подружки, подружка дочки. А Ника подружка сына. И она прям ровесница. У них разница месяц. И когда они были маленькие, а мне и Никиной маме Наташи было по 23 года, им было по годику, мы с Наташей по очереди нянчили. Сначала Мишу оставим у них, и Наташа смотрит двоих. Или Нику мне. Наташа бежит скупляться, там покупки какие-то сделать. В общем, по очереди все было. Или мы с Наташей лагерь организовываем, а Нику с Мишей смотрит вообще Лена, другая девочка. Ну, в общем, Ника с Мишей провели детство. Ну, конечно, уже всех по разным городам растянуло, развезло. И сегодня они встретились, наверное... А, нет, Миша тебя видел, да? Угу, а мы с Наташей поезжали. А ты все знаешь у меня. Ты и птица-говарон, дочечка. В общем, нам приятного аппетита. Сейчас покажу стол. Так все скромненько, отбивные и пюре. Нет, нам приятного аппетита. Ахаха, Вера прикалывается. Михаил, у нас полногорница детей. Заходи, честный народ, кто мимо идёт. На моё место решёт сесть? Мама стала садиться. Ян, садись сюда, тебе удобно просто. Пришли с Яной к нам домой, сейчас будем играть в игру. Ян, ты молоком... Это тебя почухать. Ну, против шерсти. Садись, шерсти. Против шерсти. Почухай, себя почухай. Ян, ты молоком... Дети, кому-то ещё добавить, да? На алтоле. Мне тоже, кстати. Ну, ладно, я вам отец. А после помидоров нельзя молоку? О-о-о. О-о-о. Всё, ещё один. В 11 лет на дискотеке, там в лагере, там был рядом заборчик возле стекляшки. На стекляшке, типа там, где дискотека была. И я, получается, была в отряде. Мне было 11, а все остальные было по 13-14. То есть я была сама маленькая. И там мальчики, короче, перепрыгнули через забор постоянно. И я вместе с ними, я же там гимнастка, акробатка, сидела. Ну, короче, и один мальчик, ему было 14, он, типа, перепрыгнув вот таким шпагатом, типа, так держался и перепрыгал. Он думал, да, я что, не умею, я так тоже прыгаю через коня. Ну, я и прыгнула, зацепилась ногами, упала головой об асфальт, перекрутилась, лежу. Я понимаю, что произошло. Мне сразу стало стыдно, что я, типа, не сделала это, что я должна была сделать. Потом я поняла, что мне мегабольно. Потом я пощупала, у меня там кровь, потом ещё и лисина оказалась. Ну, короче... А ты свезла? Все, Миша, хватит. В общем, он меня понес, короче, додому, ну, в смысле, в наш корпус. Мальчик, на руках. Донес, между прочим. А да, Миша бігать почал уже. Я знаю. Это же я ему... Захожу, он съезд, короче. Попку. Сладя, ты такой жест... Не паспай. Почалец, бисепс. Калдели. Где? Я шучу. Шутка. Франка. Маме надо всё объяснять, посмейся. Шуточка была эта. И что? Тебя донесли, Яна. Ну, что, была зеленка намазала, была у меня милировка классная. Я, блин, я, короче, боялась, что у меня сотрясение мозга, и что я стану тупой. Я маме плакала, короче. Не, нормально. Слушай, я не сдала СНО на проходной бал на бюджет. В Драгоманово. На степуху даже. На минуточку. Кое-кто на минуточку. А кое-кто языком чесал маме по ушам, а мамочка верила. А у кого-то того, мамочка не верила. И да ты нагрызла гранит науки. А Миша грызть семки. Купила, успокойся. Угу, купила. Ко-кто даже права не мог сдать с первого, второго и третьего раза, а с четвертого сдал. Ты же гуля разбила, то сиди за кадром молча. Миша, ты можешь посмотреть, я снимала или нет? Да, ты сейчас снимаешь. Мама просто видеоблогер от Бога. Ты не видел, как она сегодня видео назвала? Видел. Стул! Ты не закрываешь! Кот! Кто? Кот! Кот, вот! Короха! Кто на саду? Груша! Какая груша? Обычная. Где груша? Груша! А там где? Звезда! Нет, подожди, где? Была груша! Была груша! Не играй, тут не лезет! Баклажан! Сейчас уже вечер, и время вот такое. А дети опять так мило играют. И у нас какое-то девчачье царство. Ашур, я на первом месте? Девочки, привет! Зачем у тебя долина роза? Долина роза? И приставка. Чем еще заняться? Здесь нет Миши, кстати, потому что этот человек нас уже два дня удивляет. Он по утрам бегает, спать ложится, старается пораньше. Телепортируюсь. Короче, новый день. Я даже уже поработала, прибежала домой. И у нас прошла первая пора вот этого гостевания, когда все стараются угодить друг другу, вкусненьким накормить, усадить удобно. Сейчас уже у нас так, по-свойски, кто что нашел, кто и кушает. Плюс мы собираемся на природу. Так, холодильник затарили. А вы омлет делали, да, Ника сказала с утра? А? Омлет делали с утра? Я делала омлет. Себе, что ли? Нике. А расскажи, как он сгорел? Нет, я тебе скажу, а ты секрет вырежешь, а там... Он сгорел? Не вырежу. В общем, на завтрак закуска брали, что кто хотели. Сейчас собираемся на шашлычки. Ну как собираемся? Я хожу, ору в коридоре бедлам, потому что собираем все. Тут ничего не застелено. Я пришла снять еще одну красивую девочку. Но она сидит в телефоне. Мы в магазин идем. Кто? Я Елисей. Зачем? Обыкновенный магазин рыбацкий на ЖД вокзале. У тебя падают крючки. В смысле, зачем тебе в рыбацкий магазин? Вам делать нечего, Миш? Мы идем за наживкой. И за поповком. Бедный Елисей. Дай я тебя поцелую. Не ходи. Он сам идет. Мне все равно надо нажать. Ну, не ходи. А поцелуй, ты молоко. Девочки кушают шарики с холлом. Идем на шашлык, но решили немножко им перекусить, а то они не дождутся шашлыка. Миша, у меня 10 минут, и мы готовы. А поцелуй, я поцелуй. Что? Я рады, я рады. Ты не самый? В общем, все, собираемся, встретимся на природе. Будьте. Выбрались на природу и все разбились по парочкам. Там парочка пытается сделать костер. Тут парочка пытается сделать семью. Ну, все сами слышали? Это была шутка. А тут шашлычок нанизут. Вера, да ты прям молодец. Мы с мамой говорим, на корпоративах маминых там постоянно шашлычки. Тебя нанимают и платно, Вера, можешь. Как знаешь, шашлычница. Туда поднять надо. Ой, у вас тут так уже пахнет вкусненько. Нет, тут все будет. Баба, ж мой глаз вот ввече. Верочка, ручки береги. Все, умничка. Глянь. Я тоже, кстати, люблю мясо нанизывать, караулить. Едем в хорошие. Зачем помогает, думаешь? Чтоб быстрее пожарить. Да, смотрит, что не дождешься тут от вас. Ну да, все, не дождешься. Красивая наскорка. Чуть-чуть на себя подниму. Ага, чтоб посылать. Все, все. Тут даже пахнет уже у вас. Моя брушка не достигала. У нас уже вечер. Девочки едят опять, что приходится. Молоко, шарики. И мы тут решаем. Короче, девочкам завтра уезжать. Где бы мне присесть? Я вот сюда приседу, Вера. Девочкам завтра утром уезжать. И мы искали, искали билеты. Билеты. Муж пошел на ЖД вокзал. И ему сказали, что билетов нет никаких. При этом мы ему диктовали, что есть поезд такой. Там 781-й экспресс. А ему на кассе кто сидит? Кассир. Ну, кассир, который продает билеты. Она говорит, цену за облачную 170 гривен. Это цена у нас на маршрутке можно доехать. И Вера. Чудесное создание. Сидит и говорит, я знаю, где можно купить эти билеты. Там в два раза дешевле. Я, честно, не верила до последнего. Но она купила. Потому что она большая. Молодец. И мы решили, что когда мы будем ехать, все включено, отдыхать, мы попросим Веру купить нам билеты. А вот так она еще дороже купит. Нет, ну видишь, она молодец. Она знает классные сайты. Она такая, я пока все сайты не оброй, я ничего не куплю. Это не жматяра называется, а экономика должна быть экономальной. Тебе надо было на экономиста эти поспать. Я хотела. Я на финансы поспала, там три специальности. А на финансы там только пять бюджетных приспособлений. А вообще девчонки сидят вот так втроем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля болтают. Ну, Ника тут посуду пытается мыть. Я пытаюсь отсюда утянуть. И мне кажется, это такое хорошее зарождение девчачьей дружбы. Потому что уже все взрослеют. И, ну, вот так вот у нас так начиналось. Я помню, когда мне было восемнадцать, я дружила с твоей мамой. Вообще, это была моя лучшая подружка, лучшая. Я ей могла рассказывать все. А потом уже, когда время проходит, то, конечно, Аллочка, там Оксанка, Анютка. Мы уже все тесно переплелось. Но вот они. Вот так лет через пять-десять посмотрим, да, можно будет посмотреть. Я уже сажусь монтировать видео на заднем плане Вера с Викторией. У них сегодня крайний вечер. Я не буду говорить последний, потому что мы надеемся, что Вера к нам еще приедет. И Ника приедет на зимние каникулы. На зимние каникулы. Ника моет посуду на кухне, потому что она молодец. Виктория притворяется, что у нее болит живот. Мама, мне ее не притворяют. Я шучу. Просто она переела. Кто-то очень слишком много переел. У тебя мясо один кусок съела. Ты шариков переела. И еще хочешь есть. А девчонки классные. Жалко, что как-то мы поздно сообразили, да, позвать. Вот эта взрослая заморочка, что кажется, чтобы позвать в гости с ночевкой, разрешить детям позвать друзей, нужно, знаете, как деньги, постельная, хорошее полотенце, надо же угощать. А детям этого всего не надо. Дети и так найдут чем заняться. Ну, если дети хорошие, а то плохие найдут чем заняться. И детям не нужны те заморочки, по которым заморачиваются взрослые. И мне кажется, что именно взрослые часто как-то отвечают за вот это вот, ну, начало какой-то дружбы или дружеских отношений, или долгих, длительных отношений. В общем, а я с вами попрощаюсь. Хочу сказать особое спасибо за то, что вы заходите, смотрите влоги, видео. Всем спасибо, всем пока. И хороших выходных, потому что уже скоро выходные. Проведите их классно как-то с родными и с близкими. Все, пока. Микося, я пришла тебя снять. Как ты тут вымываешься. Бросай, не нужно, знаешь. Мне сюрприз хотел устроить. Ну, не надо, Никусь, пожалуйста. Ты ставишь меня в неловкое положение. Бросай, я помою вам. Тем более завтра рано вставать. Дай я тебе поцелую. На маму похоже сильно. А, мама приветствует, что она же посмотрит. А что посмотрит? Откуда она знает? Ты скажешь. Владик смотрит. Мама миа. Владик, у тебя очень классная сестричка. О, господи. Когда я узнаю, что меня кто-то смотрит из знакомых, я какое-то странное чувство испытываю. Ты знаешь, что весь сон длится 7 секунд. То есть мы спим, нам кажется, что он длится всю ночь. То есть мы просыпаемся, у нас кто-то будет, и мы такие, сейчас я не досмотрела, ты оборвала. На самом деле он давно закончился. Просто мы спим, и нам кажется, что он длится все время. А вы знаете, что, короче, если бы мы использовали все эти вот возможности на шоу-морту, мы могли бы спать 4 часа, проживать очень-очень долго. И получать всю информацию огромную. У меня есть люди, которые реально спят 4 часа. Ну, давай спишь. Видимо. Потому что я когда-то уснула очень поздно, а мне надо было в школу, я поспала 4 часа. Я проснулся, я такая бодрая была чисто весь день. За 4 часа. Обычно я сплю более-менее в 8-10, и я просыпаюсь ужасно уставшей. А у нас тут, короче, сборы, потому что девочки завтра уезжают. Вот Ника, они уезжают в Киев. И мама заплетает Веру. Нет, я не заплетаю ей две косички просто, чтобы было пышным объемом. Подожди, Вера, ты носишь пополам? Шо? Ты пополам носишь пробор? Ну да. Я знаешь, как тебе сделаю? Я одну заплету вот тут выше, а вторую ниже. И когда ты распустишь, у тебя будет объемчик такой. Он сам выпадет. Поняла? Зачем? Чтобы заочно учиться. Милые люди, пол первого ночи. Еще. Вы спать не собираетесь. А ты, как всегда, за учебу, наверное, идите? Спрашиваем. Она мне рассказала, как она поступила. Как она пошла туда, не фрисуюсь ее мотивации. А знаешь, чем занимается наша дочь в 20 минут первого ночи? Рецепт пишет. Завтра будет Викуся нас радовать печеньем или тортом. Сейчас, Зайка, моя 20 минут первого. Расскажи маме, чем ты занимаешься? Торт буду делать завтра. И ты пишешь рецепт? Да, чтобы узнать ингредиенты, чтобы видео-то я смогу посмотреть, как готовить. А, скупиться. Будет какая-то кучерявая. А, чтобы скупиться, мне нужно заранее, чтобы не пересматривать. Рецепт пишет. Рецепт пишет. Рецепт пишет. Продолжение следует...